Раннее утро 24 февраля 2022 года. По всей Украине прогремели взрывы. Россия нанесла ракетные и авиационные удары по военной и гражданской инфраструктуре, по мирным украинским городам. Россия нанесла удары по нашей военной инфраструктуре и по нашим пограничным отрядам. Во многих городах Украины были взрывы. Российская армия зашла на территорию Украины не только из России, но и из Беларуси. Уже в первые часы войны сообщают о жертвах среди мирного населения в Чугуеве, Харьковской области и Умани. Командование российского крейсера «Москва» требует, чтобы украинский гарнизон на острове Змеиный в Чёрном море сложил оружие и сдался. Ответ морпехов станет символом украинского сопротивления. В ИСУ останавливают российскую армию на подступок к столице в оккупации Буча, Гастомель, Ирпень, часть Харьковской, Запорожской и Херсонской областей. Российские войска планомерно уничтожают Мариуполь. Десятки тысяч мирных жителей оказались смертельные ловушки. 9 марта 2022 года российские оккупационные войска нанесли удар по роддому в Мариуполе. А 16 марта по Мариупольскому драматическому театру. Там от обстрелов прятались несколько сотен человек. Сколько тогда людей погибло, до сих пор неизвестно, как неизвестно и общее число погибших в Мариуполе. Людей хоронили в скверах, во дворах и просто в траншеях. Домой хочется, на работу хочется. После того, как силы обороны Украины освободили Киевскую область, весь мир увидел зверства российских оккупантов – Буча, Гастомель, Ирпень. Тела убитых мирных людей находили повсюду – на тротуарах, во дворах и в подвалах частных домов, на дорогах. Некоторые жертвы были со связанными за спиной руками. На телах остались следы пыток. Захватчики безжалостно уничтожали даже автомобили с надписями «Дети», на которых жители пытались эвакуироваться. На освобожденных территориях обнаружили десятки пыточных и бесчисленные захоронения жертв российских оккупантов. Преступления России фиксируют и документируют авторитетные эксперты и журналисты ведущих мировых СМИ. Тогда впервые в мире войну Российской Федерации против Украины назвали геноцидом украинского народа. Появляется всё больше свидетельств прямых нападений на гражданское население, а также на энергетическую и другую инфраструктуру. Известно, что российские силы совершали пытки, жестокое обращение, сексуальное насилие и массовые казни. Не щадят даже детей. Россия должна быть привлечена к ответственности за эти ужасные преступления. И Путин должен быть привлечён к ответственности. Массовое убийство украинских военнопленных 29 июля в колонии в Еленовке на временно оккупированной территории Донецкой области – ещё одно военное преступление России. Вероятно, что этот теракт был устроен специально, чтобы скрыть следы пыток и убийства наших пленных. 26 апреля 2022 года состоялось первое заседание контактной группы в формате Рамштайн. На американской авиабазе в Германии собрались более 40 министров обороны стран мира, чтобы обсудить помощь Украине. С тех пор украинская армия стала получать западное вооружение. Сначала боеприпасы и артиллерию, первые «Хаймарсы», а со временем системы ПВО и танки. Вскоре Украине должны передать самолёты F-16. Уже в сентябре 2022 года вооружённые силы Украины начали освобождать оккупированные города и сёла Харьковской области. После проведения в ВСУ ряда успешных операций российская армия ощутила острую нехватку живой силы. Путин объявил так называемую частичную мобилизацию, которая оказалась бессрочной. 8 октября 2022 года Служба безопасности Украины нанесла российскому диктатору самый болезненный репутационный удар. В результате взрыва на Крымском мосту обрушились две полусекции автомобильной части и был повреждён железнодорожный путь. Атаки на Крымский мост позже станут рутиной. Но первую Кремль воспринял как пощёчину, а россияне как сигнал уезжать с оккупированного Россией полуострова. Освобождение оккупированного Российской Федерации Херсона стало ещё одним знаковым событием большой войны. 11 ноября 2022 года в город вошли вооружённые силы Украины. Это переполняет эмоции. Даже не верится, просто что-то уже всё случилось. Господи, чтобы она всегда была. Осень 2022 года. Массированные ракетные атаки России по украинским городам и объектам критической инфраструктуры. Украина пережила длительные блэкауты и выстояла, а российская армия несёт самые масштабные потери в живой силе и технике, несопоставимые с обеими чеченскими воинами, вторжением в Афганистан и другими конфликтами с участием Москвы. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации на Запорожской атомной станции, битвы за Бахмут, Углядар, Маринку, Авдеевку. Этим жила Украина в начале 2023 года. А 6 июня 2023 российские террористы разрушили Каховскую гидроэлектростанцию. Под воду ушли десятки населённых пунктов Херсонской области. Сколько людей тогда погибло, точно неизвестно. Ущерб экологии, по мнению специалистов, невосполним. За два года полномасштабной войны России против Украины Кремль совершил беспрецедентное число военных преступлений и преступлений против человечности, заявили представители независимой Международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине. Мы наблюдали множество различных нарушений с российской стороны. Умышленные убийства, убийства гражданских лиц, изнасилование, депортация детей, сексуальные преступления на оккупированных территориях, другие нарушения закона на оккупированных территориях. Таких преступлений со стороны российских военных зафиксировано более 100 тысяч. А сейчас война постепенно захватывает пограничные города Российской Федерации. Всё чаще звучат взрывы в глубоком российском тылу. Российский Черноморский флот благодаря усилиям украинских спецслужб и армии ощутимо сократился и больше не контролирует ситуацию в регионе. А целью войны Путин уже называет не деноцификацию Украины и Блицкрик за три дня, а защиту России, обеспечение её сохранения. Украина продолжает сражаться. Цель – вернуть всю территорию независимой, соборной и свободной Украины. Все 603 628 квадратных километров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова